Всем привет! Меня зовут Вита. А я Кристина. Мы продолжаем наше путешествие, и сегодня мы едем в Вашингтон. В Вашингтон мы ехали с ребятами с работы. Мы собрались все вместе у них дома, потому что нужно было выезжать в 3 часа ночи, чтобы приехать туда пораньше, потому что ехать туда 7 часов. И мы не теряли время зря. До 3 часов ночи мы решили потусить, у нас была американская вечеринка. И после этого мы уже поехали в Вашингтон. Получается, что ехали мы с Форкет-Ривера до Атлантик-Сити. После Атлантика-Сити мы поехали в Филадельфию, а с Филадельфии мы уже выехали в Вашингтон. Из-за того, что мы выехали поздно, конечно же, в автобусе все спали. Куда мы едем? Вот это, видеорепортаж. Зачем? Сам не понимаю, зачем лучше бы оставить дома спать. Мы приехали в Филадельфию, у нас была пересадка около часа, и мы не теряя времени решили погулять по городу. Наконец-то мы сели на автобус, который едет уже в Вашингтон, и водитель начал с нами здороваться, рассказывать, куда этот автобус идет и так далее. И в этом видео я что-то говорю, но из-за водителя о нас не слышно. Продолжение следует... Когда мы приехали в Вашингтон, там раздавали карты с автобусными турами. На них были обозначены все достопримечательности города. Но мы не растерялись, взяли эти карты и пошли пешком. Центр выглядит так, что от Капитолия до мемориала Линкольна расположена длинная улица. И с обеих сторон этой улицы находятся музеи, в которые, конечно же, вход бесплатный. Все они были разные, их было много. Конечно же, все обойти было нереально просто по времени, но мы зашли в самые значимые. Национальный музей американской истории, музей естественной истории, где снимался всем известный фильм «Ночь в музее». И там же находится большой скелет динозавра. Также мы посетили музей американских индейцев и музей авиации и космонавтики, в котором находится даже спутник СССР. И еще много других музеев. Когда мы там оказались, для нас было непривычно смотреть на американцев, потому что все они были одеты в костюмы деловые, что им совершенно не свойственно. Нам немного не повезло, потому что в это время, когда мы были там, мраморная стела Вашингтона и мемориала Линкольна были на деставрации. Это у меня камера на фото. Вы сфоткаете эти... А ты снимаешь? Так, а где это? Маруся? А вот они. Итак, последняя конечная станция. Что вы хотите сказать по этому поводу? Мы сделали это. А вы против? Ради солнца вас не видно. Еще раз. Мы сделали это. Мы посмотрели очень много интересных мест, прошли очень много километров, поэтому на обратном пути мы уже шли еле-еле, у нас очень болели ноги. Мы в Шамсоне. Мы уже уезжаем с Шамсоне. Слава там, господи. Я за долбалкой, мы уже уезжаем за долбалкой. Да, это было. О, да. Да, сильно поболее. А, вот осталось. 20 грамм. Ну, а вот осталось, слышали? Все, встали. Привет. Ну, довольные, загорелые, загорелые, красные, классные. Какая именно банда идет. Обратно, когда мы решили ехать домой, мы узнали о том, что наш автобус задерживается на 2 часа, и в итоге мы выехали только в 12 часов ночи. Потом у нас была пересадка в Атлантик-Сити 2 часа, и мы решили погулять по ночному городу. А домой мы добавлялись только в 5 утра, и на следующий день сразу же на работу. В следующем видео мы также будем рассказывать о путешествии, и на этот раз мы едем на Ниагарский водопад. А следующее видео ждите следующую пятницу. Пятницу-развратницу. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»